Несколько интересных новостей представим в нашей рубрике «Коротко о важном». К Дню памяти и скорби, дате начала Великой Отечественной войны, Центральная библиотека провела завершающий этап своего проекта «Лобнинский рубеж», в рамках которого знакомила школьников с событиями военного времени, происходившими на Лобнинской земле. В Центральном парке и парке микрорайона «Восточный» для детей оборудовали настоящую линию фронта, позволив попробовать себя в метании гранат, стрельбе из автомата, преодолении противотанковых рвов и других препятствий. Разумеется, сделано все это было с использованием холостого оружия и соблюдением техники безопасности. Подробный сюжет смотрите в ближайшем акценте. Воспитанник Лобнинской Дю США, фехтовальщик-соблист Владимир Позняков, стал чемпионом Европы в составе российской сборной. Первый круг финальной встречи Россия-Италия остался за итальянцами, но постепенно сокращая разрыв, наша сборная вырвалась вперед и стала чемпионами со счетом 45-41. Уже через месяц, 19 июля, наши спортсмены выйдут на чемпионат мира. Продолжается третий этап формирования нового состава общественной палаты города Лобня. 10 июня губернатор Подмосковья утвердил список первой трети 10 человек членов нового состава Лобнинской общественной палаты. Еще 10 человек 20 июня утвердил городской совет депутатов. Последнюю треть определит общественная палата Московской области в ближайшие дни. Всего от лобнинских кандидатов было подано 91 заявление. Места в палате получат лишь 30 из них. В день социального работника, который отметили на прошлой неделе, всех работников социальной сферы Лобни поздравили с профессиональным праздником в администрации. О том, какую непростую роль каждый день выполняют эти люди, рассказала начальник управления социальной защиты города Анна Жарова. Наша профессия требует очень много доброты и гуманности. И не даром этот день, наш профессиональный праздник, еще называют Днем Доброго Человека. Эта профессия требует большой отдачи душевных сил. Мы приходим на помощь тогда, когда людям очень плохо, преодолеваем неустроенные жизни, дарим надежду. Вы первые, кто сталкивается с проблемами людей, с их, зачастую, горем, с их сложностями, трудностями. И люди идут к вам, потому что знают, что вы эти люди, которые всегда помогут, ну, по крайней мере, приложат все усилия для того, чтобы эту помощь оказать. За этот труд, благородный труд, вам огромные слова благодарности, признательности, низкий вам поклон. Также собравшихся поздравили Николай Гречишников, Анна Куманова, Николай Курицын, представители учреждений социальной сферы и общественных организаций. Дети из Центра реабилитации несовершеннолетних в благодарность своим воспитателям исполнили песню. Были и другие творческие поздравления. Кроме того, многие из присутствующих были представлены грамотом и наградом. Несколько человек получили звание почетный работник социальной сферы города. Занятия спортом на свежем воздухе становятся популярными в нашем городе. 18 июня прямо на улице на стадионе девятой школы свой первый утренний сеанс хатха-йоги провела фитнес-студия «Гармония». Принять участие в занятиях в рамках совместного проекта студии и девятой школы, которые будут проходить все лето, организаторы приглашают всех желающих каждое воскресенье с 10 часов утра. Причем совершенно бесплатно. Йога на открытом воздухе проходит и в городском парке. Утром в выходные дни занятия проводит грин-фитнес-клуб. Они же всем желающим предлагают уроки аэробики с элементами единоборств, гимнастику, танцы, силовые упражнения. Все также бесплатно. И это пока все короткие новости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...